Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хотел бы прочитать одно из любимых моих произведений поэта такого самобытного Николая Рубцова «В гостях». В этом произведении, мне кажется, чувствуется вся душа поэта. Напряжение, сущность, боль. Итак, «В гостях». Трущобный двор. Фигура на углу мерещится, что это Достоевский, и желтый свет в окне без занавески горит, но не рассеивает мглу. Гранитным громом грянулось небес. В трущобный двор ворвался ветер резкий, и видел я, как вздрогнул Достоевский. Как тяжело. Сутулился. Исчез. Не может быть, чтоб это был не он, как без него представить эти тени и желтый свет, и грязные ступени, и гром, и стены с четырех сторон. Я продолжаю верить в этот бред, когда в свое притонное жилище, по коридору, в страшной темнотище, отдав поклон, ведет меня поэт. Куда меня, беднягу, занесло? Таких картин вы сроду не видали, такие сны над вами не витали. И да минует вас такое зло, поэт, как волк, напьется натощак, и неподвижно, словно на портрете, все тяжелее сидит на табурете и все молчит, не двигаясь никак. А перед ним, кому-то подражая и суетясь, как все по городам, сидит и курит женщина чужая. Ах, почему вы курите, мадам? Он говорит, что все уходит прочь, и всякий путь оплакивает ветер, что странный бред, похожий на медведя, его опять преследовал всю ночь. Он говорит, что мы одних кровей, и на меня указывает пальцем, а мне неловко выглядеть страдальцем. И я смеюсь, чтоб выглядеть живей. И думал я, какой же ты, поэт, когда среди бессмысленного пира слышна все реже гаснущая лира и странный шум. Ей слышится в ответ, но все они опутаны всерьез, какой-то общей нервной системой, случайный крик. Раздавшись над богемой, доводит всех до крика и до слез, и все торчит, в дверях торчит сосед, торчат за ним разбуженные тетки, торчат слова. Торчит бутылка водки, торчит в окне бессмысленный рассвет, опять стекло оконное в дожде, опять туманом тянет и ознобом, когда толпа потянется за гробом. Ведь кто-то скажет, он сгорел в труде.